Внешняя политика 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 этнических инородцев, это всегда позволено, это все обеспечивает этнический мир, которого на территории РФ и, конечно, быть не может, поскольку осуществляется геноцид русского большинства и других коренных народов. Ни азербайджанцы, ни армяне в Российской Федерации не являются коренными народами, у них есть свои собственные государства и, в принципе, там им и место. За исключением небольших категорий, которые являются русифицированными, для которых на первом месте Россия, все остальное на втором месте, в том числе и прародина. Таких очень мало, это традиционные диаспоры, которые действительно могут здесь жить сотнями лет, но многие из потомков тех, кто эти диаспоры образовал, от России давно отреклись, и им интереснее свои этнические группировки, свои этнические интересы, чем интересы России или интересы русского большинства, которые они готовы попирать, точно так же, как попирает путинская шайка, захватившая власть противозаконно, противозаконно меняющая нашу жизнь и сейчас осуществляющая открытый геноцид всего населения страны, всего населения. Но население расщеплено на вот эти группировки, русские унижены, отстранены, отодвинуты от рычагов управления, лишены средств, дерусифицированы, лишены своей памяти, своей культуры. И, в общем-то, гибель России у нас перед глазами. А некоторые детали, связанные с совершенно постыдными поражениями, внешнеполитическими, внутреннеполитическими провалами, это все просто дополнение картины, подтверждение того, что с Россией кончено. Так считают путиноиды, так считает Кремль, так считают наши геополитические враги. Но мы, русские, имеем шанс собраться вместе, если мы объединимся, реально объединимся в общественные объединения. Кто-то должен брать на себя инициативу, каждый из тех, кто способен на это, должен это делать. И всякие, всякая болтовня насчет того, что «а вас мало, а я к вам не пойду, потому что мне ничего не понятно у вас». Давно пора понимать и Россию, и русские организации, и русскую идеологию изучать и объединяться. Не нравится тебе что-то, в других организациях создай свою. Если ничего не можешь, значит ты просто русскоязычный россиянин, а не русский. Русские должны сопротивляться к геноциду и той системе управления, которая ведет только и исключительно к поражениям ничему другому. Обогащение путинской группировки связано с тем, что Россия должна на всех фронтах проигрывать. Чтобы нам начать выигрывать, надо эту группировку задушить. Задушить, исторнуть ее из органов власти, сформировать свои русские органы власти, чтобы Россия была русским национальным государством, где всем нашим друзьям будет комфортно и удобно жить, и никто им не будет тыкать в нос их этническое происхождение, если они будут за Россию, за русских вместе с русскими. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова